Я почти готов. Внимательно слушаю ваши вопросы. Здравствуйте, Сергей Иванович. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о своих студенческих годах. Ничего себе. Сразу начать со студенческих годов? Да. Это было давно. Тогда действительно университет, в ту пору институт, назывался Челябинский политехнический институт. Я учился на факультете журналистики. Вот видите, у меня все мысли про журналистику. Я учился на приборостроительном факультете. Была такая специальность автоматика и телемеханика. И вот с инженером этой специальности я и закончил свое обучение в стенах ЧПИ. Как изменился Юрку за это время? Изменения настолько глобальные, насколько можно считать глобальными изменения, произошедшие в стране за это время. Вот как изменилась страна, Советский Союз распался, сейчас другая страна Россия. Как изменился мир за это время? Точно так же, в огромной степени, просто очень масштабно, безусловно, изменился и Челябинский политехнический институт, который был преобразован в Южноуральский государственный университет. И это преобразование в Южноуральский государственный университет началось и шло под руководством ректора в то время Вяткина Германа Платоныча. Герман Платоныч пригласил меня и Людмилу Шестеркину для того, чтобы мы работали в университете. И основное направление работы было – это создание нового имиджа университета. ЧПИ до этого воспринимался как чисто политехнический институт, технический вуз. Но с созданием гуманитарной составляющей нужно было изменить восприятие университета в глазах жителей региона, не только Челябинска, но и всего Урала, может быть, и всей России. Нужно было изменить это восприятие. И мы над этим призваны были работать, и мы работали. И сейчас ЮРГУ воспринимается уже как полнопрофильный университет, который гармонично сочетает в себе техническую составляющую и гуманитарную составляющую. Идет время, и ныне ректор ЮРГУ Шостаков Александр Леонидович ставит перед нами новые задачи, более глобальные, но по сути они остаются, по направленности они остаются теми же. Мы должны показать ЮРГУ как гармоничный университет международного уровня, международного масштаба. И вот это преобразование от Политехнического института к Университету цифровых трансформаций, мы, как телерадиокомпания, должны принести это восприятие в умы наших зрителей, наших жителей и Челябинска, и жителей всего региона, но и по мере расширения международной деятельности ЮРГУ, это восприятие ЮРГУ как международного университета высочайшего уровня, это восприятие должно быть в умах и в сердцах жителей России, граждан России, не только России, но и зарубежья, и не только ближнего зарубежья, но и даже дальнего, на что нас сейчас и нацеливает Александр Шостаков. — Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, как Вы с Людмилой Шетеркиной сделали факультет журналистики, ведь Вы до этого работали в ЧГДРК, и почему Вы вернулись в ЮРГУ? — Вот именно решая задачу создания нового имиджа университета ЧПИ в ЮРГУ, мы решили решать эту задачу следующим образом. Во-первых, создать здесь мощное гуманитарное направление по журналистике, то есть студенты раньше не приходили в ЧПИ, чтобы учиться журналистике, потому что не было ни кафедры соответствующей, ни факультета. Так вот, мы создали сначала кафедру, эта кафедра называлась телевизионная и радиожурналистика, потом факультет журналистики, потом социально-гуманитарный факультет, а сейчас это институт социально-гуманитарный. То есть направление гуманитарное, обучение студентов по гуманитарному направлению расширяется, постоянно растет, улучшается качество, увеличивается количество студентов, которые учатся по гуманитарным специальностям. Но создавая вот это направление в университете, мы должны были показывать этого как можно шире для жителей Челябинска, для жителей региона, для жителей других стран, те, кто приезжают к нам в Челябинск на обучение. То есть мы должны обернуть вот эту начинку в соответствующую обложку, создать бренд, создать бренд университета, который дает возможность качественного обучения по направлению журналистики и по другим социально-гуманитарным направлениям для студентов, для молодых людей, как жителей, как граждан России, так и ближнего зарубежья и дальнего зарубежья. Вот создать такой имидж можно только используя медийные средства. Как самое главное медийное средство до сих пор, а в то время, когда мы пришли, интернета не было вообще, то есть его не было, просто не было интернета, не было телефонов мобильных. Самое мощное средство воздействия на умы и сердца граждан России и других стран – это телевидение. Поэтому мы решили, что нужно создать собственную телевизионную радиокомпанию в стенах университета, чтобы показывать, как студенты факультета журналистики могут работать, как они могут здесь учиться, как они могут получать здесь знания, как они могут готовиться к будущей работе в профессиональных телекомпаниях. Для этого уровень телекомпании, которая здесь создается, она должна быть очень высоким, он должен быть не ниже, чем уровень тех профессиональных медиа-структур, которые есть вне стен университета. Это была изначальная задача, что мы должны быть не хуже, а в чем-то даже лучше опережать и ЧГТРК, и областной канал, и все. И в чем-то, на самом деле, мы их опережали раньше и опережаем теперь. Например, в чем? В чем? Ну вот, как сказать, в применении новых технологий, например. Когда мы закладывали техническую составляющую телерадиокомпании 10 лет назад, но уже больше, мы исходили из того, что студенты учатся где-то в течение 4-5-6 лет в университете. Если мы их будем учить на том оборудовании, которое в данный момент применяется, то через 5 лет, когда они закончат университет, оно наверняка устареет. Это 100%. Телевизионная техника, так же, как и компьютерная техника, она очень быстро меняется. Полгода, год, и приходит новое техническое поколение. Так вот, мы сразу закладывали такие технические решения, которые позволяют студентов учить на том оборудовании, на тех технологиях, которые будут через 5 лет, через 10 лет. То есть мы закладывали, когда мы начинали создавать телекомпанию, все телевидение было аналоговое. То есть были камеры, на которых катушечка вот такая крутится, и потом кассета эта вынимается, вставляется в видеомагнитофон, воспроизводится, монтируется с двух видеомагнитофонов на другой. Склейка осуществляется электронным образом, но фактически это почти что с одной пленки на другую. И мы тогда уже заложили, что все оборудование в телерадиокомпании должно быть цифровое. И только вот сейчас профессиональные телерадиокомпании пришли к этому решению. То есть они заменили свой парк телевизионной техники старой, катушечной, на цифровую. Вот именно сейчас, буквально последний год-два, а до этого все было старая техника, которая морально давным-давно устарела. Мы же изначально учили наших студентов именно цифровым технологиям и на новом оборудовании. Вот это ярко демонстрирует о том, что Южноуральский государственный университет дает своим студентам возможности заглядывать вперед. Мы учим их так и тому, с чем им предстоит столкнуться в жизни через пять лет, через шесть лет, когда они заканчивают свой университет, свое обучение в университете. Если брать проект Юргутовой и Радио Юргу на начальном этапе, с какими вы трудностями столкнулись? Вообще для меня, как для профессионала-телевизионщика, основная трудность была не в создании и вот даже телерадиокомпании, не оснащение ее передовой техникой с расчетом на будущее. Для меня было самое основное, это как-то психологически перестроиться на обучение. То есть работа на профессиональном уровне, это все-таки подразумевает набор определенных навыков и определенного стиля работы, и отношения к работе. А учеба, она подразумевает, ну допустим, индивидуальный подход к каждому из студентов, учеба на социально-гуманитарном направлении подразумевает. Каждый студент – это товар штучный. И подходить к нему вот с профессиональной точки зрения, я говорю, он нет, он не подойдет как журналист, он слаб. А как преподаватель я должен сформулировать, он слаб, но сейчас, на этом этапе. Но ему еще учиться, там, второй курс, третий, может быть, четвертый, может быть, он еще в магистратуре останется. И моя задача – дотянуть его до профессионального уровня за то время. И не ставить на нем крест в настоящий момент, как на профессионале. Вот для меня это была достаточно сложная задача. Мне хотелось сразу порубать всех шашкой, сказать, вот он, профессионал будет, он есть, а вот он – нет. Нет, нужно учить всех, кто к нам пришел учиться, и учить хорошо. И жизнь, как бы, вот именно доказала по эту правоту, что абсолютное большинство, 99,9% студентов, которые заканчивают кафедру телевизионная радиожурналистика, факультет журналистики, а сейчас соцгум, они по специальности выходят специалистами очень высокой квалификации и могут работать в медиаструктурах любого уровня. Это доказано. И работают в Питере, работают в Москве, работают в Челябинске. Расскажите, пожалуйста, о своих наградах за это время. Ну, я награды особо не коллекционирую. У меня есть награды, которые... Университет награждал меня к юбилейным датам, к своим. У меня есть дипломы почетные от губернатора, от мэра, от законодательного собрания, от общественной палаты, от Министерства образования. Так что я не считаю, что нужно работать ради наград. И не придаю этому совершенно никакого значения. Даже если бы этих грамот и медалей у меня не было, то я бы все равно работал здесь. И мое отношение к делу, к работе, к университету и к студентам было таким же. А еще есть ли какие-то барьеры, которые вы переступили, какие-то трудности именно во внутреннем плане? Что вы почувствовали? Пожалуй, я затрудняюсь назвать что-то еще, что было таким непреодолимым барьером. Дело в том, что телевидение – это то, чем я занимаюсь всю сознательную жизнь. Сначала это была фотография, потом телевидение ЧГТРК, Челябинская студия телевидения, потом телевидение ВГТРК, Всероссийская государственная телерадиокомпания в Москве, потом телевидение здесь, в ЮРГУ. Но все время все крутится вокруг телевидения. Это любимое мое занятие. Я с удовольствием хожу на работу, вот эта банальная фраза, что на работу надо идти с удовольствием. Я с удовольствием хожу на работу, потому что знаю, что здесь меня ждет та обстановка, те люди, которых я люблю, которые мне нравятся, которым я доверяю. И я здесь занимаюсь тем делом, которое мне нравится. Поэтому особых внутренних каких-то барьеров при переходе с Всероссийской государственной телерадиокомпании сюда, в ЮРГУ, для меня не было. И меня в этом всегда поддерживало. И Людмила Шестеркина, она делала такой же переход. И всегда ректор, в то время Герман Платонович Вяткин нас поддерживал всегда. Во всех наших проблемах, начинаниях всегда ощущалась его поддержка. Точно так же Александр Леонидович Шестаков нас поддерживает. И больше всего меня греет, в мою душу, пожалуй, то, что сейчас, когда университет находится в проекте 5.100, ректор перед нами выдвигает новые задачи по продвижению университета, по развитию телерадиокомпании. И вот в ходе решения этих задач мы снова ставим перед собой задачу, во-первых, опережения тенденций, во-вторых, не просто быть лучше всех, но быть полезнее всех. И в эту пору, в эпоху цифровых трансформаций, перехода глобального на цифру во всем, в быту, в производстве, в промышленности, от этого никуда не то что не уйти, нужно опережать этот тренд, быть впереди него. И сейчас вместе с главным инженером телерадиокомпании Алексеем Гусим и вместе с Людмилой Шестеркиной мы разработали проект по созданию телерадиокомпании совершенно нового уровня. Это как огромный такой суперкомпьютер, в котором есть входы и выходы, и нет того, что было в старом телевидении. То есть кабели, которые трансформируют один вид сигнала в другой, аппаратные, где стоят там старая техника и новая техника. Люди, которые не умеют работать с компьютером, уже не могут быть определяющими в профессии медиаспециалиста. Там ни журналист, ни, если он не работает с компьютером, с гаджетами современными, это нонсенс, такого быть не может. Точно так же любой сотрудник телекомпании, не работающий с компьютерными технологиями, это тоже вымирающие монстры такие, которые тем более не могут быть в стенах университета, где мы учим всему новому, передовому. Новый проект предусматривает, чтобы телекомпания была основана на принципах совершенно новых. Это как просто огромный суперкомпьютер, где происходят все процессы преобразования, где на входе студенты создают какой-то видеопродукт, а на выходе этот видеопродукт распределяется по социальным сетям, по другим медиаструктурам, идет в эфир и так далее, и так далее. Но, в общем, это совершенно новая схема, новый подход, то, чего еще нет ни в России, ни за рубежом, нигде. Мы над этим и работаем, и вот это мне греет душу больше всего. Это дает мне силы и дает возможность двигаться дальше вперед. Вот именно это понимание, что мы впереди, и мы работаем во благо университета, во благо телевидения, во благо студентов. Вот именно это позволяет мне не ощущать какие-то внутренние дискомфорты или дисбалансы. Спасибо большое. И я вас прошу, чтобы вы поздравили университет. Дорогой Южноуральский государственный университет, безусловно, это очень хорошее, круглое, но не совсем круглое еще, но уже приближающаяся к круглой дате 75 лет. И я считаю, что эта дата – это показатель зрелости. Это для университета, по большому счету, только начало такой насыщенной, профессиональной работы университета, как храма науки. То есть 75 лет для университета – это только начало. Но начало хорошее, начало, которое позволяет быть уверенным в том, что к 100-летнему юбилею ЮРГУ мы будем лучшим университетом мирового уровня. И лучшим не только в Челябинске, не только на Урале, но лучшим университетом мирового уровня в Евразийском континенте. Вот желаю, чтобы именно таким университетом становился ЮРГУ. Чем быстрее, тем лучше. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok